Продолжается жаркая хоккейная осень, друзья. Ещё не закончен первый хоккейный месяц. Уже столько интересного успела произойти в континентальной хоккейной линии. Слово на. Андрей сейчас на 59-й, 24-й рок-тичер и 14-й жига. Егличи и шайба в сетке ворот Майкла Карната. Вот так неожиданно для всех дотянулся до шайбы, отбросил её в угол площадки и не успел вернуться на своё рабочее место. Чем не применил воспользоваться Глеб Клименко. Вот такое неожиданное, надо сказать, начало. Первый бросок в створ в этой игре и первая шайба. Тут же Слово отвечает, Энгрен отбивает шайбу, подхватывает её. Игрок Братиславской команды, а это рок-тичер. Он уходит за ворота и вместе с ним за ворота уходит Чарльз Генуэй. И опять идёт атака на ворота от Энгрена. Опасный момент, уходит шайба в угол площадки. Пока не могут встать в зоне, расставиться, расположиться. Смотрите, как Слово хорошо обороняется. Вот не удаётся вывести шайбу из зоны. Магилрой на Коробова, Коробов вперёд. И подбросок Григорию Шифигурину. Нанесение броска. Ну и плюс ко всему, видимо, что сзади подкатился игрок Слово. И, как показалось, наверное, всё-таки помешал Шифигурину Ширжига. Как играет сейчас Анатолий Протасей. Передача подбросок. И как же здорово! Майкл Гарнет сыграл. Фантастика. Задел там шайбу ловушкой Майкл Гарнет. Или всё-таки она в перекладину попадает. Очень сложно здесь что-либо разглядеть. Слово натакует в меньшинстве. Кашпар, передача! Клименко с шайбой. Сам решил нанести бросок. И едва не пробил Майкла Гарнета. Шайба взмыла вверх. Опустилась на сетку. И ещё один момент возникает уже здесь Григорий Шифигурин. Появился на льду. Посидел, отдохнул две минуты. Получил передачу. Сделал пас. И Аттенгрен махнул ловушкой. Увидел, что поддерживает эту атаку партнёр. Сделал передачу на Артёма Воронина. Продолжается атака Спартака. Пустой угол практически здесь. И никак не могут поднять шайбу спартаковцы. Хорошая возможность была сейчас у Вячеслава Ипатова. Ворота пошатнулись. Ну вот ещё раз смотрим этот момент. Ден Баркер. А вот это опасно может быть. И Аттенгрен выручает свою команду. Успевает подстраховать Лукаш Кашпар. Защитника берёт шайбу. Падает. Играть можно. Бросает 65-й номер Александр Васильев. А мы смотрим выход один на один практически. Иван Бартович режет угол. Отбивает Аттенгрен шайбу. И идёт на добивание. Андрей Счастный. Вот уже второй момент создают. Словакия за какие-то полторы минуты. Ничейный исход. Можно играть. Генуэй. Замокнулся, но решил подождать. Пока кто-нибудь из партнёров откликнется на передачу. Опаснейший момент возникает у ворот. Макла Гарнета. Казалось бы, всё уже. И не удаётся вывести шайбу из зоны спартаковцам. Ошибается Серсен. Но надо воспользоваться этим. Спартаку. Конечно, сил уже не так много. Хорошая передача. И шайба в сетке. 2-0. Игорь Левицкий становится автором второй шайбы Спартака. Касание переправил шайбу после паса Вячеслава Ипатова. Не успели. Соперника против Андрея Счастный. Сейчас против него применял силовой приём Марек Веденский. Опасно. Обрасок поворотом. Не идёт шайбу в створ. Вот приходит шайба к 15-му номеру. Поднимает голову. Отдаёт защитником. Ермаков в третий номер. Возвращает шайбу вперёд. Опаснейший момент. Великолепный гол. Генуэй становится автором третьей шайбы. Шайба Чарльза Генуэя. Классный пас, согласитесь. Великолепно просто всё здесь сделал Евгений Бодров. Развернулся. Скрытую передачу. На пятак. Вполне возможно условные руки опустятся после такого. Если сейчас не забьёт. Забили. Всё-таки забили. Забили. Сейчас совещается без видеогол. Судьё. Передача на пятак. И оставили здесь Милана Бартовича в одиночестве. С неудобной бросает Бартович. Сколько борьбы. Вот момент у Бартовича. Бартовича достиг цели. Напомню. Он сделал счёт 3-0. А сейчас может быть счёт 4-1. И спартаковцы празднуют успех. Дубль. Дубль Чарльза Генуэя. Свалился на лёд Владимир Мигалек. Габаритный защитник. По-моему он там был. Владимиру Кихасу. И контракт с ним был уже практически подписан. Оставалось, не знаю, только последний штрих там поставить. Но по всей видимости то, что у команды спонсор появился. Сейчас у Слована всё-таки появляется ещё один шанс. Не сумел помешать Ермаков Владиславу Надю. Подкорректировать бросок защитника. Там уж сурово идёт борьбу с героем. Рядышком оказывается ещё один хоккейс Слована. И идёт бросок. Ну, с отрицательного угла практически там. А Лукаш Кашпорт. А Левицкий начинает прессовать соперника. В передачу. Перепновок. Нужно бежать назад, потому что Лукаш Радил. Выходит на позицию для броска. И классно всё делает. Лукаш Радил делает счёт 5-2. Заставил здесь притормозить Кэма Паркера. На противоходе убрал его. И матч подтвердил, что есть у команды потенциал. Раскрыть который задача тренерского штаба.